В каком бюджете рекламных компаниях в Яндекс.Директ вы все время говорите, называя суммы? По умолчанию всегда в Директе считается месячный бюджет. Как происходит ротация объявлений в РСЯ? Прописал три объявления, поклацал площадкам, где оно показывалось. На всех площадках показывается одно и то же объявление, никаких ротаций я не увидел. Почему так? Потому что РСЯ не доделал. Так, и давайте еще несколько вопросов, таких какие-нибудь. Да, Роме привет, Сереже привет отдельно, ребят проходили тренинг. Еще несколько было ребят, Никита, кто-то еще. А, ну по поводу таких коллекторов мы тоже решили. Так, давайте сейчас я буквально выберу парочку. Кость, если знаешь, подскажи, почему в Дворце не показывают дополнительные ссылки по Казахстану. Сделана уже нормальная компания, и для клиентов выставлено все правильно, а в рекламе на поиске нет дополнительных ссылок. Стоит написать в поддержку. А, у вас же нету, блин, у вас же нету поддержки казахского, у вас же нету казахского гугла. Ай, черт подери. Возможно, знаешь, есть, Ром, есть вариация какая, попробуй сделать покороче дополнительные ссылки, короткие, то есть в одно слово, и посмотреть, как они будут работать. Возможно, ты просто делаешь длинные, и в Казахстане они не проходят. Там есть проблемы именно с российскими, ну, короче, есть там своя атмосфера, просто покороче попробуй сделать. И он, кстати, ошибок может и не выдавать. Так. Я тоже не понял. А, по поводу ротации объявлений, сейчас объясню. Ротация объявлений, почему три объявления показываются одно? Потому что, например, в AdWords есть вот такая штука, называется ротация объявлений. Видите, оптимизация и равномерное чередование. В Google, ой, наоборот, в смысле в Яндексе, такой штуки нету, поэтому равномерного чередования нету. Какое у них идет чередование, вам никто не скажет. И есть оно его или нету, вам просто никто не скажет. Вот как бы смешно не звучало это, но у RSI с ротацией объявлений вообще какая-то жопа. И как она работает, никто вам сказать не может. Ни в хелпе, ни по звонку в Яндекс оператор вам тоже не расскажет. Вот. Поэтому здесь я, к сожалению, просто не смогу ответить, потому что я не знаю, как это дело все работает. И никто не знает. Ну, кроме... Лучше сказать просто, что RSI говно. Ну, я думаю, в следующем году... Вот смотрите, я вам просто покажу, что есть год последний, то, что я сегодня сделаю. Я вам просто покажу любую контекстно-медийную сеть, да, рекламную кампанию. В контекстно-медийной сети относительно RSI, вы, наверное, знаете, как выглядит RSI. Там практически нет настроек, только три галки и все. В контекстно-медийной сети есть очень много удобных инструментов. Например, опять же, можно делать даже одну группу объявлений, там это все несущественно. Есть места размещения. Видите, кнопочка большая, таргетинг. Здесь же можно настроить места размещения, таргетинг по ней. Например, отключить мобильное устройство с помощью вот от Sense4Mobile.com. Не убирать каждую площадку, а все-таки удалить сразу же и не придумывать ничего. А то там тоже где-то тренинги такие, там аж смеяться хочется и писаться. Дальше есть темы, тоже их можно таргетировать. Есть интересы ремаркетинг, то есть можно ремаркетинг делать и отдельные интересы настраивать. В чем фишка? В том, что у человека бывают определенные интересы. То есть вы можете все это жестче и жестче таргетировать. И гемографические данные, если вам необходимо, полувозрастную структуру все прописать. И еще вернусь к местам размещения. Есть очень большой плюс в КМС, что вы можете выставить не только blacklist, так называемый, то есть исключаемые сайты, но и просто проставить чисто жестко те места размещения, где вы хотите показываться. То есть не все, кроме каких-то, а именно только в этих местах размещения. Это тоже можно сделать и это очень круто в контексте медийной сети. Ну и, естественно, есть ротация объявлений и остальные кнопки, которые я показывал. Всего этого в RSI нету, поэтому RSI, к сожалению, на данный момент херовая система по сравнению.